Приветствую вас! И первое, что нужно сделать, это, конечно, попытаться восстановить отношения с человеком, с которым вы расстались. Для этого желательно проработать причину, по которой вы расстались, возможно провести анализ и ее переотмысление, после чего написать этому человеку и начать в нем непринужденное дружеское общение, ни на что не претендующее, не навязчивое, без какого-либо эмоционального подтекста. Вы увидите, готов человек с вами общаться или нет. И если готов, то в течение какого-то времени, в течение какого-то общения, вы можете начать разговаривать о проблемах, которые послужили причиной вашего расставания. Причем говорить о том, как вы к этому относитесь. То есть не просто спросить, вот что, допустим, ты думаешь там об этом, а именно рассказывать свое отношение. И вы увидите, насколько ваши отношения, ваша точка зрения совпадает с точкой зрения человека. Если ваши взгляды на это будут совпадать, то тогда, скорее всего, вы придете к единому решению и, может быть, вновь будете вместе. Конечно, при наличии чувств. Если оно не произойдет, то, как минимум, вы будете общаться как друзья. И, конечно, здесь зависит от вашего желания. То есть готовы ли вы общаться с человеком на друческой основе или вам нужно только что-то более личное. То есть здесь уже вам, только вам решать, как бы, в вопросе выбора. Если по какой-то причине общение восстановить нельзя или нет возможности, или что-то еще, то необходимо понять, что скука по человеку, с которым вы растали, является проявлением потребности, проявлением некого эмоционального состояния. Давайте я попробую привести пример. Вот, когда вам хорошо, ну, гипотетически, нереально, когда вам хорошо, вы не думаете ни о чем таком плохом. Но, когда вы переживаете тяжелый момент в своей жизни, когда вам плохо по какой-то причине или какие-то трудности в жизни, вы начинаете скучать по, допустим, человеку, которому растат. Почему это происходит? Потому что вам требуется заряд позитивной энергии, вам требуется источник тепла, источник поддержки. Соответственно, он, этот источник поддержки, вы воспринимаете, по вашему мнению, этот источник поддержки заключается именно в человеке, в котором вы растете. Но, заглядывается он там, лишь потому, что таков ваш условный рефлекс. Однажды, получив оттуда поддержку, тепло, ласку, любовь, заботу, вы вновь и вновь обращаетесь туда же. Даже если оттуда, вы уже ничего не получите. Всего ряда причин. И это означает, что нужно искать другой источник поддержки. Какой? Источник самореализации, источник удовлетворения интересов, потребностей, занятости, хобби, занятия, общения, работы, получения новых впечатлений. То есть, по сути дела, замещение первоначального стремления к одному другим. И поначалу будет тяжело, но со временем, по прохождению определенного времени, вы, почувствовав обратную связь, то есть, ощущая, например, удовольствие, когда вы делаете любимое дело, допустим, вы будете чувствовать то же самое. Ту же поддержку, тот же эмоциональный подъем и так далее. С чем это связано? Опять-таки, приведем пример. Когда человеку плохо, он может окунаться в работу, в работе, находясь в поколении, может слушать музыку. Музыке, так, чем находя успокоение. Соответственно, вам необходимо найти что-то, что давало бы вам то, в чем вынуждаетесь. И тогда, вы не будете скучать. И тем самым, обретете независимость, сможете жить дальше и, возможно, даже построить новые отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.